Бисмиллах, аль-хамдуллиллах, салату ассаламу аля Расуллиллах, аля али и асхаби, аману аля мабаб. Следующий хадис книги, аль-хадису аль-хамис, ассаласун, 35-й хадис. Баан Абхурайрата, радия Аллаху амину, قال, приходит от Абу Хурайрата, قال Расуллиллаху али-саляму о том, что посланник Аллаха, салаллаху али-саляму, сказал, Что значит ла-та-хасаду, то есть не завидуйте друг другу, и не обманывайте друг друга. Что касается слова ан-наджиш или ан-наджиш, у него есть свои смыслы, их приведет шейх саллах али-шех во время разъяснения этого хадиса. Говорит у аля-та-багаду, то есть у слова ан-наджиш есть общий языковой смысл, и есть частный терминологический смысл, который используется в вопросах торговли. А также не проявляйте друг другу взаимную ненависть и гнев. Ва-ля-та-да-бару, слово дубур, спина, или задняя часть всякого объекта. Ва-ля-та-да-бару, то есть не поворачиваясь друг другу спиной. Ва-ля-я-би-балдуку ма-ля-би-балд, и пусть один из вас не продает на торговлю другого. Разъяснение этого понятия также придет, и тоже является одним из вопросов, который в основе своей разбирается в книгах по фиху в главе о торговле. Ва-куну, аибад Аллах и Ихвана, и будьте, о рабы Аллаха, братьями. Аль-муслиму, аху-ль-муслим, мусульманин является братом мусульманина. Что значит, мусульманин является братом мусульманина? Приходит его тавсир. То есть, он не причиняет ему несправедливости, и не оставляет его без помощи, и не лжет ему, и не принижает его, не презирает его. Ат-та-ква-гахуна, затем пророк, с.а.м., сказал, богобоязненность находится здесь. И показал себе на грудь, и повторил эту фразу трижды. Говорит, достаточно человеку зла или дурного, чтобы быть из тех, которые презирают своего брата мусульманина. Каждый мусульманин для другого мусульманина запретен. Что значит, каждый мусульманин для другого мусульманина запретен? Идет разъяснение. Его кровь, его имущество, его честь. Этот хадис передает имам муслим. Говорит Аш-шарх разъяснение этого хадиса. Этот хадис является основой. Опять. То есть, если вы обратили внимание, какой бы хадис мы ни разбирали, практически при разборе каждого из них начинаются вот эти слова. Этот хадис является основой в таких-то вопросах. В вопросах васаи, в вопросах завещаний, в вопросах адабов, в вопросах того-то и так далее. А этот говорит в чем? Этот хадис является основой. То есть, в вопросах разъяснения прав одного мусульманина на другого мусульманина. А также в том, в разъяснении того, какие виды взаимоотношений должны происходить между мусульманами. То есть, не делайте так и не делайте так. То есть, не проявляйте друг другу взаимной зависти или взаимный танаджиш. То есть, обмана. И до конца. Все это запрет. То есть, смотри. И так далее. Это является чем? Все приходит в форме запрета. Потому что ля-нагия, ля-запретительная, так, переходит перед феалюль-мударя. Говорит, все это указывает на запрет. И, как известно, запрет указывает на что? На запрещенность. Несет за собой запрещенность. Вот, например, слова пророка. Не проявляйте друг другу зависти. Отсюда ты можешь взять то, что проявление зависти друг другу является чем? Запретным. И пришло, говорит, множество других хадисов, в которых приходит запрет хасада. То есть, зависти. У аннаху, как сказано, например, в одном из хадисов, и якум аль-хасад, ни в коем случае не проявляйте зависти. И якум, это одна из форм чего? Одна из форм запрета также изучается в книгах по усулюль-фих. Говорит, фаинн аль-хасада, якулюль-хасанат, камата кулинаруль-хатаб. Почему не проявляйте ни в коем случае зависти? Потому что зависть поедает благие дела человека, подобно тому, как огонь поедает дрова. Нам этот хадис приходит у Абу-Дауда со слов Абу-Хурейры. Говорит, ваказали кат-танаджиш мухаррам. И то же самое это может сделать вывод из других перечислений. То, что танаджиш тоже является мухаррам. То есть, взаимный обман является запретным. Вакадна ан-набию, салаллаху али-васаляма, анин-наджиш он-наджиш. И пророк, салаллаху али-васаляма, запретил наджиш с укуном или наджиш с фатхой. Фигирима хадис. То есть, сразу во множестве хадисов. Ваказали кат-табагут, а также взаимная ненависть. От-тадабур, а также поворачиваться друг к другу спиной. Уажба вагада, мимма юзиль аль-махабба. И подобные явления, которые удаляют любовь между двумя. А у юзиль аль-ульфа, бейн аль-муслымин. И удаляют ульфа и махабба примерно похожие смыслы. Ульфа, то есть доброе отношение друг к другу. Фа инну мамну мингу тахрим. Фа инну мамну ман а тахримин. Говорит, все это запрещено. Запретом каким? Но запрещено. Значит, из того, что прочитали выше. Что ты понял? То, что в этих хадисах или в этом хадисе вначале приходят различные виды запретов. С использованием частицы ля аннагия. Запретительный ля, который приходит перед глаголом. Это указывает на запрет. Не делайте так, не делайте так и тому подобное. Говорит, из всего этого ты можешь взять постановление запрещенности вот этих вот перечисленных явлений. И эта запрещенность говорит именно для запрещенности, а не просто для нежелательности. То есть запрет здесь указывает на тахрим, на запрещенность, а не просто на нежелательность. Далее говорит, Что касается слова в этом хадисе ля тахасаду, не проявляйте друг другу зависти. Что касается понятия хасад, зависть, то оно было разъяснено несколькими разъяснениями. То есть сейчас автор шарха приступает к чему? К разъяснению первого блока слов этого хадиса. Как мы уже привыкли, автор шарха постоянно делает таким образом. То есть берет хадис, сначала ведет речь в общем о нем, затем приводит какие-то полезные моменты относительно него в общем, потом начинает разъяснять каждый отдельный блок или каждую отдельную фразу по отдельности. И этому необходимо также обучаться, так или нет. То есть ты не должен, когда ты делаешь шарх, делать его в беспорядочном, хаосном порядке. Но должен идти по порядку. Сначала разъясняешь о хадисе в общем, о его достоинстве, о его величии, в чем его величие. Так, из какой главы этот хадис? Какие вещи он конкретно разъясняет? То есть является ли это хадисом из адабов или из акиды, из вопросов акиды? Или это вопрос, который касается заветов, завещаний? Или вопрос, который касается какой-то основы? Ахлисуну аль-джама? Или из какой главы этот хадис? Ясно или нет? В общем, потом после того, как ты в общем разъяснил, можешь разъяснить некоторые полезные моменты, которые опять касаются хадиса в общем, а не каждой его фразы в отдельности. Как здесь сделал автор шарха относительно того, что из этих фраз берется запрещенность. Ля нагия. То есть ля запретительное указывает на то-то, на то-то. Отсюда берется запрещенность. И это не просто нежелательность. И подобные вещи. И потом уже после этих вступительных моментов начинаешь или приступаешь к чему? К разъяснению каждой фразы этого хадиса в отдельности. И при этом то же самое. Когда разъясняешь каждую фразу, стараешься разъяснять ее на научном уровне. Не просто ля та хасаду и начинать делать какую худбу, допустим, относительно запрета зависти и как это плохо и тому подобное. Но разъясняешь, что такое хасад, какое у него определение, каких видов он бывает, какие причины его, каковы симптомы его, как он лечится и тому подобные вещи. Все это человек должен держать у себя, когда он собирается делать тапсир какого-то хадиса. Понятно или нет? В общем, твоя цель, чтобы студент понял о важности этого хадиса в общем, и о каждой фразе в отдельности, понял ее смысл. Насколько частей делится одно понятие, так, разветвление различное. Это бывает двух видов, это бывает трех видов. Определение у него такое и тому подобное. Это для чего? Для того, чтобы студент, во-первых, не утерял нить твоего разъяснения. Чтобы он понимал, что каждое разъяснение идет, каждой фразы по отдельности, по отдельности. И не терялся. То есть не начинал, допустим, если перед нами хадис, ты не начинаешь со слов Мусульманин не должен презирать другого и начинаешь по презиранию рассказывать. Подожди, до презирания еще не дошли, так или нет? Начинается с чего? Первая фраза. Не проявляйте друг другу зависти. То есть должен начинать сначала и заканчивать окончанием, так или нет? То есть не должен начинать с середины, потом продолжать с конца, потом возвращаться к началу. Все это является неверным. Почему? Потому что при этом студент теряет нить и теряется в твоем разъяснении. И для чего мы говорили, необходимо приводить разветвление и вот эти токсиматы. Что такое токсимат? То есть указывать делиться на 2, делиться на 3, давать определение конкретное, чтобы человек вышел после урока с определенной пользой, чтобы он мог на следующий день или после этого урока или через месяц выявить заново сам шарх этого хадиса. И это довольно легко, так или нет? Если ты эту дорогу понял, мы прошли этот хадис, если я спрошу тебя завтра, сделай шарх этого хадиса. Тебе идет сделать шарх этого хадиса очень легко. Почему? Потому что он не шел в хаосном порядке. Сначала про одно, потом возвратился вперед, потом опять вернулся назад. Но ты, если ты выучил хадис, ты уже способен что сделать? Дать его шарх. Начинаешь опять с общего разъяснения, потом переходишь к каждой фразе по отдельности и вспоминаешь, что конкретно автор разъяснял относительно этой фразы, какое определение он ей дал, какие разветвления он упоминал, потом переходишь ко второй фразе и так далее. И ты сам уже способен что сделать? Полноценный шарх этого хадиса. Для этого тебе что нужно сделать? Для этого тебе нужно сделать следующее. Выучить сам хадис должным образом, так, на зубок. Не так, чтобы ты половина помнила, а половина нет. Путала одну фразу с другой. Нет. Чтобы ты знал его на зубок. Это первое. Второе, чтобы ты знал наизусть определение, которое приводится в этом шархе. Что такое хасад? Хасад, его определение то-то, то-то, то-то. Табагус, что такое бухд? Его определение то-то, то-то, то-то. Если ты знаешь определение, считай, что у тебя есть костяк, скелет, разъяснение твоего хадиса. Шарха твоего, так твоего урока, скелет у тебя в голове. Потом уже на этот скелет ты просто накладываешь мясо. Понятно или нет? При разъяснении шарха. Так делают обладатели знания. И третье, что тебе нужно выучить, это нужно выучить вот эти таксиматы. Делятся на два, делятся на три, бывает такого вида, бывает сякого вида и тому подобное. Ясно? И все. Считай, что ты готов сам сделать разъяснение книги Арбайна Науия самостоятельно. Ясно или нет? Если усвоил вот эти вещи. И этому тебе поспособствует, что вопросы и ответы, которые ты выучишь после прохождения нашей книги, и выучишь листочек, которым приходит, что нужно выучить наизусть. В нем будут приходить определения, в нем будут приходить некоторые контексты из Хурана и Сунны, возможно, некоторые языковые понятия так и тому подобные вещи. Если ты все это выучишь, считай, что ты готов сделать разъяснение этой книги самостоятельно. И то же самое, брат, относительно всех других хадисов. Салат-салюсуль. Ты не берешь ее с конца или середины и не начинаешь разъяснять. Идешь в разъяснение по порядку. С первой фразы, следующей фразы и так до конца книги. Опять приводишь в себе определение, приводишь в себе деление и тому подобное. Ясно или нет? То есть, на самом деле, разъяснение шархов – дело легкое для того, кому это облегчит, Всевышний Аллах, если ты выучил то, что необходимо выучить, и понял то, что необходимо понять. Вот это ясно или нет? Ясно. К этому каждый из нас должен быть готов. Потому что ты требуешь знания для чего? Для того, чтобы принести пользу себе и другим. Но если ты все перемешаешь в своей голове, у тебя будет все перемешано в хаосном порядке, то ты не сможешь принести пользы. Если ты взял пользу какую-то себе за счет того, что ты присутствовал на уроке, то другим ты ее уже передать не сможешь. Ясно? Поэтому вот этот порядок необходимо всегда замечать. Посмотришь, если наша книга состоит, допустим, из более чем 500 страниц. Но у этой книги есть свой скелет. И также у любой другой книги. Если мы возьмем, например, Фатху-Л'Аллам, Шарх-Набулюг-Л'Марам. Какой его скелет? Это его сами хадисы. Допустим, 1500 с лишним хадисов. Если ты их выучил наизусть, знаешь о них так, что они у тебя разделены по книгам. Сначала книга Тахара, потом Намаза, потом Джанайз, потом Закат, потом Ураза, потом Хач, так или нет? Потом Муамаляты, Буюр, Никах, Талат и так далее до конца книги. У тебя уже в голове скелет, который строится на чем? Более мелкий скелет, строится на хадисах. Так? Эти хадисы объединяются в группы. Побольше уже. Что за группы? Группы. Каждый блок хадисов касается какого-то раздела или главы. Потом вот эти несколько глав, 10, 12 глав, 5 глав, 6 глав, собираются в одну единую книгу. Китаб, допустим, Тахара. Китаб Сала. Понятно или нет? Китаб Уль-Джанайз. И потом все эти книги, 20 книг, 17 книг, сколько книг конкретно, так? Если мы перечислим, собираются в одну единую книгу. Булюхульмарам или Фатхулалам и тому подобное. Это понятно или нет? И ты сам готов что-то сделать? Разъяснение. То же самое возьмешь Китаб Уль-Тавхид. Фатхулмаджид, например. Какой его скелет? Ты должен все эти вещи скелета держать у себя. Если у тебя скелет есть, мясо наложить уже недолго. И ты способен разъяснить все эти книги сам, самостоятельно, не возвращаясь к каким-то книгам. Это твоя цель. На время, на тот период, на тот этап, в котором ты сейчас находишься с требованием знания, твоя цель вот эта. Быть способным все эти книги привести в такое состояние, что ты их можешь преподать самостоятельно. Фатхулмаджид. Какой его скелет? Опять. Его скелет это Матан Китаб Уль-Тавхид. Если ты его выучил должным образом, помнишь его первое, второе, третье, четвертое и до конца. Ты способен что сделать? У тебя уже сделать разбивку в голове этого скелета. Эта книга делится на столько-то глав, на 60 с лишним глав. Эти главы состоят из того-то. В каждой главе 2-3 хадиса. Такой-то хадис, такой-то хадис, такой-то хадис. Понял или нет? Ты делаешь разбивку. Сразу разбивку. Фатхулмаджид. Ты разбиваешь на 66 глав. Потом уже главы разбиваешь на сколько в них хадисах. 2 хадиса, 3 хадиса, слова салифов и тому подобное. И потом делаешь разъяснение каждого хадиса по отдельности. Опять так же, как мы проходим здесь. Как ты делаешь разъяснение этих хадисов? Сначала в общем, потом каждую фразу по отдельности. Иногда не требуется делать каждое слово или фразу по отдельности. Можешь что? Сделать несколько. Разделить хадис на 2-3 блока. И разделить каждый блок, разъяснить каждый блок по отдельности. Все, твой шарх на эту книгу готов. Ясно или нет? И любая книга научная, которая изучает требующие знаний, она теми отличается, что она состоит из скелета и на ней наброшено мясо. Понятно? То есть, допустим, бывают книги, которые ты так не сможешь делать. Бывают книги, которые не состоят из скелетов, потому что они не строятся на каких-то главах, на каких-то конкретных хадисах, но просто речь идет о какой-либо теме. Понятно или нет? Допустим, книга на 700 страниц, но в ней скелета нет. Ты не сможешь ее воспроизвести. Почему? Потому что тебе не на что опираться во время ее воспроизводства. Но те книги, которые изучают тальб-ль-ильм в начале требования знания, они состоят из чего? Состоят всегда из скелета. Этот скелет необходимо выучить наизусть должным образом. И знать его постоянно. Делать его муража. И тогда ты готов преподать любой матн, который изучается в различных науках. То же самое касается байкуния. Что такое байкуния? Допустим, какой у него скелет? Скелет это то стихотворение, которое необходимо выучить. Если ты его выучил должным образом, ты просто идешь по нему и разъясняешь. Первая глава, допустим, хадис. Что такое вообще терминология хадисоведения? Магу хадис. Его определение. То-то. Так или нет? Потом переходишь к каждому конкретному. Сахих. Переходишь к достоверному хадису. Его условия такие. Относить к нему можно сказать то. Первое, второе, третье. Потом переходишь на хасан. Что такое хасан? Чем он отличается от сахих? И так далее по всей книге до конца. Ясно? Какой его скелет? Опять само это стихотворение. Выучил это стихотворение наизусть и пошел по этому стихотворению. Идешь и разъясняешь. У тебя скелет есть. Тебе остается набросить что? Мясо. Ясно? Любой матан так. Любой матан научный отличается этим от других книг. Поэтому, если вы заметили, мы делаем как. У нас есть Кутуб Муатамада. То есть книги, которые обязательно должны изучить требующие знания с вопросами, с ответами. То, что нужно выучить наизусть и так далее. А есть книги, которые какие являются как бы факультативные. Просто по пути. Их можно прослушать для чего? Для пользы. Потому что они не строятся на скелете. Ясно или нет? Почему мы их изучаем просто факультативно? Не составляем относительно их вопросов и ответов. Как например Шарфа Сунна Барбагари. Так Шарфа Сунна Барбагари. Нет по ним ни вопросов, ни ответов. Почему? Потому что эта книга не построена на каком-то конкретном скелете. Который ты мог бы выучить и потом, исходя из этого скелета, построить разъяснение книги. Такого нет. Но имам Аль-Барбагари приводит просто слова свои. Так или нет. И возможно путает порядок. Сначала разговаривает об одном. Потом о втором. Потом о третьем. Потом опять возвращается к первому. Так или нет. В нескольких местах своей книги возвращается опять к тому же самому и тому подобное. Поэтому здесь каких-то вопросов и ответов составлять смысла нет. Но необходимо изучить эту книгу в каком порядке? В факультативном порядке. Вот это ясно или нет? Дальше говорит. Каулюху ла та хасаду. Слова этого хадиса не проявляйте друг другу зависти. Говорит. Аль хасаду фуссира бииддат тавсират. Зависть говорит фуссира. То есть дается ему определение несколькими определениями. Или разъясняется несколькими определениями. Ва минха анна л хасада. Смотри. И слово минха. Ты сразу понимаешь что? Что абстракниги не будет приводить всех этих определений, которые существуют в книгах. Но говорит. Из этих определений можно назвать следующие. Первое. Таманни. Заваль аннимма аннил гайр. Все. Легкое определение или нет? Вот его необходимо будет выучить. Это определение будет находиться где? В листочках. Для того, что нужно выучить наизусть. Если ты требующий знания, ты должен уметь разъяснить, что такое хасад. Не просто потому, как ты это себе представляешь. Зависть. Или как ты это увидел в процессе опыта твоей жизни. Нет. Ты должен разъяснить именно приведя определение четкое. И разъяснить на основе определения. Это твой скелет. Видишь? Говорит из этих определений то, что зависть это. Таманни. Заваль аннирма аннил гайр. Когда ты желаешь удаления блага от постороннего для тебя человека. У тебя есть брат. У тебя есть друг. У тебя есть сосед. Он наделен каким-то благом. Ты желаешь, чтобы это благо ушло от него. Не терпишь, чтобы у него было это благо. Из имущества. Из детей. Из знаний. Из свободного времени. И тому подобное. Все. Любое благо, которое существует от Дуни. Если кто-то из посторонних для тебя людей. Что значит посторонних? То есть это не ты сам. Кто-то другой. Хайр. Кто-то другой. Он даже может быть близкий родственник. Посторонний имеет в виду не ты. Какой-то другой человек. Описан хотя бы одной из этих милостей. И ты желаешь, чтобы от него эта милость ушла. Это называется как? Хасад. Зная, что ты оказался испытан этим дурным свойством. Каким? Зависть. Говорит. А также из зависти. Это когда ты имеешь убеждение о том, что вот эта милость, которую Всевышний Аллах сп. наделил этого человека, этот человек не заслуживает этой милости. То, что он не достоин этой щедрости от Всевышнего Аллаха сп. Поэтому ты вернешься отсюда к истинной сущности зависти. Что такое истинная сущность зависти? Это когда ты противостоишь. Выходишь против. Поднимаешь бунт против предопределения Всевышнего Аллаха сп. И его милости. Понятно или нет? Значит, Хасад, когда ты ему даешь определение. Это... Или желание удаления милости от другого. К чему это в итоге возвращается? Возвращается это к тому, что ты противостоишь предопределению Всевышнего Аллаха. Всевышний предопределил, что этот человек описывается этой милостью. Что ему дана эта милость. А ты выходишь против. И как бы не соглашаешься со Всевышним Аллахом. О, Аллах, если ты считаешь, что этот человек заслуживает милости этой. То я считаю, что он этой милости не заслуживает. Посмотри, насколько велик грех, чего? Хасад, зависти. Потому что ты как бы ставишь себя в борьбу со Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах говорит, я знаю, что он достоин, а ты говоришь, даже если ты знаешь это, то я считаю, что он недостоин. То есть ты ставишь себя как бы на уровень с кем? Со Всевышним Аллахом, если не явно, если не прямыми словами, то как бы косвенно, понятно или нет? То есть если ты это явными словами заявишь, то ты становишься неверующим человеком. Так, ты противостоишь Всевышнему Аллаху, заявляя это явно. Но человек, что делать, заявляет это не явно, но косвенно в своем сердце не соглашается со Всевышним Аллахом. Посмотри, к чему это возвращается. Говорит, и поэтому в хадисе пришло, то, что зависть пожирает благие дела человека, так же, как огонь пожирает дрова. Смотри, говорит нам, хасад, то есть зависть, не сокращается лишь на том, что человек, который обладает этой завистью, получает грех. Нет. Но еще плюс удаляет некоторые его благие дела. То есть смотри, автор книги, после того, как дал определение слова хасад, перешел к чему? Из этого определения вывел, тогда к чему возвращается это понятие хасад, возвращается к противостоянию предопределения Всевышнего Аллаха. Потом из этого взял что? Из этого взял результат. Так или нет? Результат, то есть на практике, чем это тебе грозит? То, что ты описываешься этим свойством, к чему это тебя приведет? К тому, что тебе записывается грех, и на этом только не заканчивается. Но плюс от тебя удаляются и аннулируются некоторые из твоих благих дел. Потому что зависть пожирает благие дела, как огонь пожирает дерево. Говорит, потому что вот это понятие, или этот человек, янтауи, содержит в себе, скручивает в сдержанном виде, сдерживает в себе и артикад хабиев. Дурное убеждение. И думает плохо о Всевышнем Аллахе. Почему это является дурной мыслью о Всевышнем Аллахе? Потому что в своем сердце он считает, что этот человек недостоин этой милости от Всевышнего Аллаха и его щедрости. И говорит на примере жизненном. Можно привести, как это используется среди простонародия. Иногда, говорит, ты можешь услышать, что когда двое разговаривают, и один говорит, допустим, такой-то построил дом, такой-то купил себе автомобиль, у такого-то родился ребенок, такой-то женился на такой-то, на такой-то прекрасной женщине, допустим, так, обладающей почетом, обладающей имуществом, обладающей чем? О хорошем родствовом и тому подобное. Они что друг другу говорят? Это запрещено, чтобы такому было дано то-то и то-то. Это запрещено, чтобы у него была эта милость. Это харам, чтобы у него имущество было. У Ашба в Залике и тому подобные фразы. Слышали такое или нет? Часто такое произносят люди из простонародия. Еще при этом клянутся Аллах. Ага, харам Аллах. То есть, запрещено Аллах, чтобы этот человек был описан такой-то милостью. Ясно или нет? То есть, что этим сам делают? Даже не замечают, как они противостоят решению Всевышнего Аллаха и его предопределению. Говорит, у Ашба в Залике мимма фии злан нунсу бильдай аззоу джаль. И тому подобные фразы, которые содержат в себе или которые вытекают из чего? Из дурной мысли о Всевышнем Аллахе. Посмотри, зависть содержит в себе из того, что мы прочитали уже две дурные великие основы. А это противостояние предопределению Всевышнего Аллаха. То, что ты ставишь себя на уровень со Всевышним Аллахом и пытаешься, что делать? Оспаривать его решение, его предопределение. Это первое. И второе, что ты плохо думаешь о Всевышнем Аллахе. Зан ассу бильдай или ссу зан бильдай. Дурная мысль о ком? О Всевышнем Аллахе. Говорит, у Альтират аля кадрилля ва аля ниамати. Видишь, ты противостоишь предопределению Аллаха и его милости. А также его уделу, которым он тратит его и направляет его куда захочет. То есть, Всевышний Аллах сам решает, куда направлять различные уделы или нет. Кого этим уделом наградить, а кого этим уделом не награждать. Сам решает. То есть, ты к этому никакого отношения не имеешь. Говорит, Поэтому, исходя из этого хадиса, раз Пророк запретил завидовать человеку, запретил желать удаления добра от него. Отсюда противоположно понимается, что значит ему является, если то запрещено, значит противоположно ему является ваджибом. Обязательным что делать? Наоборот, радоваться за своего брата-мусульманина тому, что Всевышний Аллах наделил его определенной милостью. И мы уже разъясняли ранее в одном из хадисов, Говорит, не уверует ни один из вас, пока он не пожелает для своего брата того же, что он пожелает себе. Видишь? Возвратилось одно к другому. Один хадис возвратился к другому хадису. Как мы говорили, одно знание подкрепляет второе знание. Видишь? Потому что зависть, это противоположно этому. То есть, когда ты любишь для своего брата того же, что ты любишь себе, Зависть может присутствовать здесь или нет? Здесь уже зависть не может присутствовать. А раз у тебя присутствует зависть, соответственно, ты уже не выполняешь вот этот еще плюс хадис. Понятно ли? Этот хадис не выполняешь, еще и этот хадис не выполняешь. То есть, подпадаешь сразу под множество противоречий шариату. Говорит, Потому что завистливый человек не любит для своего брата того же, что он любит себе. Говорит, И он говорит между одними из двух вещей. Говорит, Либо желает, чтобы та милость, которая у брата уже есть, чтобы она от него ушла. Или же он имеет убеждение и считает, что этот человек, то есть этот его брат, не заслуживает этой милости от Всевышнего Аллаха. Так, что касается зависти, вот этот вопрос понятен или нет? Этот вопрос, иншаллах, понятен. Далее, говорит, и одно из больших лекарств того, как вылечить хасад, как вылечить зависть, то, что человек должен понимать, то, что те милости, которыми наделяет Всевышний Аллах, тех или иных людей в этой дуне, будь то тебя или других, могут обернуться для человека благом, а могут обернуться чем? Дурным. То есть, нечего завидовать этому человеку. То есть, то, что он был наделен знанием, или наделен свободным временем, или силой здоровья, или имуществом, или детьми, или большим красивым домом, и хорошей, дорогой машиной, и тому подобное. Все это не является признаком его успеха в судный день. Так или нет? То есть, брат, нечему здесь завидовать. Один Аллах знает, чем обернется для тебя, или для других, то, чем наделил Всевышний Аллах спону Аталию людей. Потому что Всевышний Аллах, его наделение чем-либо людей не означает, что Всевышний Аллах спону Аталию любит этого человека, так или проявляет к нему любовь. Нет. Возможно, что это добро или благо, наоборот, обернется злом этому человеку. Так или нет? То есть, чему ты завидуешь? Сколько таких людей, которые обладали чем-либо из благ, и затем эти блага обернулись против них. Но ты должен желать своему брату добра, чтобы это благо у него осталось и привело его к пользе. Так и обернулось ему благом. Тебе и ему. Говорит, не обманывайте друг друга. Говорит, это запрет, который указывает на запрещенность надежи. И уже приходило и уяснилось у нас в основах, видишь, то, что запрет, когда тасаллата, то есть, как бы, приходит, начинает господствовать над феал мударя, над глаголом настоящего времени, то он объединяет в себе все виды маздара. Смотри, это важное разъяснение, брат. Из которого тебя автор шарха учит брать довод из обычных слов. Обычные люди, когда видят слово «воля та надежу», так «воля та надежу», что могут вывести из этого? Могут максимум, что вывести запрет. Запрет надежа. Так или нет? Почему? Потому что приходит запретительная форма «ля та надежу», «ля нагия» указывает на запрет. Но ты, как требующий знания, должен уметь вывести из этой фразы больше. Потому что, говорит, та надежу, это что такое? Это феал мударя. Каждый феал мударя, глагол в настоящее время, содержит в себе что? Содержит в себе маздар. Маздар в какой форме? В форме накера, в неопределенной форме. Здесь говорит «воля та надежу», то есть, приходит «ля нагия», после него глагол в настоящее время. Можно превратить во что? Можно превратить этот глагол в маздар, в накера, в состояние накера. Какой будет? Как он называется? Как этот будет маздар? «Ла та надежу», так или нет? «Танаджуша», «ля та надежу», «нет та надежу». «Танаджуша» — это уже что такое? Это уже маздар, который в состоянии накера. Теперь другой вопрос. «Ла та надежу», что ты отсюда берешь? Маздар, который приходит в неопределенной форме, перед ним нагий, то есть, в контексте нагий. Помните, мы говорили? «Аннакира, ида яти, или ида тати, фисиякан нагий, ярум». Если слово в неопределенной форме приходит в контексте запретительный, то она указывает на что? На общность. На какую общность она указывает? Потому что любые виды «танаджуша» подходят под запрет. Смотри. То есть, ты вывел из слова «уаля та надежу» сразу два полезных момента. Первое, ты вывел запрет «наджуша». И второе, ты вывел не просто запрет «наджуша», а ты вывел запрет любых видов «наджуша». Понятно или нет? Говорит, видишь, смотри. «Вааза айдан нагийун ядуллю ана тахриман нагиш». Как опять? Прочитаем заново, для того, чтобы это закрепилось больше в памяти. Слова пророка, салаллаху алиусаламу, «уаля та надежу», «не обманывайте друг друга», говорит, из этого выводится, во-первых, запрет «наджуша». Это легко или нет? Это легко. Это мы поняли. Как это выводится? Дальше. «Ва катта каррара фил усуль». Но еще плюс. В основах. Что значит фил усуль? Здесь имеется в виду основы, то есть усуль ульфих и также арабского языка. «Анн нагия», то, что если приходит запрет, «иза тасалла таалал мударя», и он приходит перед глаголом настоящего времени, «фа ину яум ануа аль маздар», то он обобщает все виды маздара, которые содержатся в этом глаголе. То есть все виды, которые содержатся в этом маздаре. «Ля анналь мударя», «гибар ан хадас вазаман». Откуда это берется? Потому что глагол мударя – это не что иное, как «хадас» – указание на какое-то действие «вазаман», которое связано с каким-то временем. То есть фил мударя можно разбить на две части. Так или нет? Допустим, что? «Еджлису» – садиться. Отсюда что ты берешь? Разбиваешь его на две части. «Еджлису» содержит в себе действие сидения, джулюс. И того, что это действие связано с каким-то временем. С каким временем? «Хадар», то есть настоящим временем или будущим временем. Говорит далее. И известно то, что если приходит «нафи», то есть отрицательная частица или отрицание, или приходит запрет «алалхадас» перед глаголом, перед действием «вальхадасу накира», и при этом это действие пришло в неопределенной форме «фаамман ваан», то оно указывает на все объемлемость и на обобщенность всех видов этого маздара. Понятно или нет? Говорит, смотри, «фа ковлю ла тахасаду яумму джемиану альхасад». То же самое можно применить «ла тахасаду», «ла табагаду», «ла тадабару» и тому подобное. Ко всем этим глаголам. Видишь? «Ла тахасаду». Отсюда ты берешь запрет зависти или нет? То, что мы изучали выше. Ты взял запрет зависти. Но плюс к этому ты взял еще что? Не просто запрет зависти, а ты взял запрет всех видов зависти. То есть любого вида зависти ты из этого глагола или из этой фразы взял. Фаэр, теперь как понять, белая зависть разве запрещена? Мы говорили, что белая зависть – это когда ты желаешь для себя того же, что есть у твоего брата, но при этом не желаешь, чтобы от брата ушло это благо. Это разрешено или нет? Это разрешено. Например, в вопросах имущества или в вопросах знания. Так или нет? Фаэр, почему? Мы же сказали, что «ла тахасаду» включает в себя запрет всех видов зависти. Нам. Это основа, что он включает в себя запрет всех видов зависти, в том числе белой зависти. Но белую зависть, что мы с ней делаем? Мы исключаем из этого запрета на основании другого контекста. Пришел другой контекст, где пророк, салаллаху алисаляму, сказал «Ла хасада илла фихнатейн» – нельзя завидовать, кроме как в двух вещах. И потом перечислил относительно имущества, которые тратятся на пути Аллаха день и ночь, и относительно знания, которые используются на пути Аллаха день и ночь. Так или нет? То есть смотри, в основе «ла тахасаду» указывает на запрет любого вида хасада, но потом какие-то из видов хасада могут быть выведены из этого общего запрета на основании чего? Не на основании, что тебе так захотелось, или потому, что тебе так кажется, а на основании довода опять. Ясно или нет? То же самое говорит «ва ла та наджишу» Слово «ла та наджишу» «Ярум муджами анва ан наджиш бис сукун» «Ван наджиш бит тахрик» Говорит, включает в себя запрет всех видов наджиша, всех видов обмана. Так? Будь то с сукуном, наджиш или с тахриком, то есть с фатхой, наджиш. Так? Все это запрещено. Смотри, он наджиш, а он наджиш, теперь дальше переходит автор нашего шарха к разъяснению. А что такое тогда наджиш? Все это время мы разбирали, что? Что наджиш запрещен, и не просто он запрещен, а все его виды запрещены. Теперь нужно нам разобрать, что такое вообще наджиш, так или нет, для того, чтобы взять пользу. «Фуссирабиидат тавсират» Опять начинает или принимается автор книги за свое, так или нет, все за свое. Продолжает свою линию гнуть. Весь шарх, который мы читаем уже почти 500 страниц, все идет по этой дороге. Это бывает, разъясняется двумя определениями, двумя тавсирами, двумя разъяснениями, тремя, четырьмя, одним. Обладатели знания говорят, что это включает в себя два вида, три вида и тому подобное. Это полезный путь разъяснения хадисов. Ясно или нет? Полезный, из которого Талибль-Ильм берет пользу. Говорит, опять, наджиш разъясняется несколькими тавсирами. Но самый общий тавсир, самый широкий тавсир, это тавсир, который берется из арабского языка. А что это за тавсир? Заключается он в том, что он, наджиш, что такое? Это устремление человека в аннулировании какой-либо вещи посредством хитрости и обмана. Понятно или нет? Знаешь, что такое наджиш? Его определение берется из чего? Из арабского языка в данном случае. Наджиш в арабском языке, это когда ты устремляешься к аннулированию какой-то вещи посредством чего? Его посредством макр, хитрости, уахтияль, каких-то козней или коварства, он хадия, и обмана. Это называется как? Наджиш. Относительно твоего брата применять это можно или нет? Мусульманина применять это можно или нет? Относительно мусульманина применять это нельзя в любом виде. Говорит, уаза ам. И это определение общее. Яшма аджами ануа адта амульма аль мусульмин. Заключает в себя все виды взаимоотношений между мусульман, то есть во всех видах взаимоотношений между мусульман, нельзя применять наджиш. Говорит, И тому подобные порицаемые цифры, то есть качество. Смотри. И в это общее определение под него подпадает более частное, более узкое, конкретное определение надежша. А это то определение, которое используется в главах о торговле. Говорим о торговле. Может быть применимо ложь, коварство и так далее. Возможно такое, так или нет. Как оно может примениться? В каком смысле может примениться? Смотри. Это когда тот, который не желает купить сила, не желает купить товар, добавляет к цене этого товара. То есть как это понять? Устремляется к добавке в цене этого товара. Смотри. Ты приходишь и стоишь с продавцом. Ты покупатель. Приходишь на рынок. Перед тобой продавец. Продает тебе какую-то вещь. Ты говоришь. Почем эта вещь? Он говорит 10 тысяч. Приходит человек и начинает заниматься надежшим. Что делает? Говорит, сколько стоит? 10 тысяч? Субханаллах. Вот я на рынке только что рядом видел. Там стоит 13 тысяч. Я куплю у тебя эту вещь за 11. Человек говорит, подожди, подожди. Мы уже, брат, за 10 тысяч здесь стоим договариваемся. Говорит, нет, нет. Я готов у тебя за 11 купить. Говорит, хорошо, я тогда за 11 500 куплю. Тот говорит, нет, тогда я за 12 куплю. Я за 12 500. Тогда я за 13 куплю. То есть, начинает что делать? Добавляет в цене товара, вместе с тем, что он вообще не желает этот товар покупать. Так, не желает товар покупать. Но что его сподвигает на данную добавку цены? Одну из двух. Либо он просто не желает тебе добра и желает тебе зла. Желает, чтобы ты за товар, который ты можешь купить за 10 тысяч, купил его за 13 и потратил больше. Это первое. Либо вторая. Вторая причина. Его скрытая договоренность между ними и продавцом. Продавец договаривается с одним человеком, с его напарником, компаньоном. Говорит, когда увидишь, что ко мне подошел более-менее богатенький человек, так или нет, подходи и начинай что делать? Добавляет в цене. Добавляет в цене. Но смотри, не переборщи, чтобы последнюю цену, которую добавил, был покупатель, а не ты. Так или нет? То есть, приходит и начинает добавлять в цене. Желает он купить или нет? Нет, не желает купить, но просто добавляет, чтобы этот товар в итоге был продан подороже. 10 тысяч. Он говорит, а я за 10 500. Покупатель хочет купить вещи. Говорит, а я за 11, а я за 11 500, а я за 12. Для чего он это делает? Потому что договорился с торговцем, договорился с продавцом, что я буду накидывать цену и устроим что-то типа аукциона. Понятно или нет? Оба этих вида начише запрещены. Без разницы, договорился ты с продавцом или не договорился, это является харам, является запретным относительно твоего брата. Так? Говорит, смотри. Разве нет? Говорит, смотри. Потому что это устремление, в том, чтобы добавить цену товара, используя хитрость, коварство и обман. А это является запретным, чтобы ты устремлялся во взаимоотношения со своими братьями, к чему коварству, хитрости и обману. Но нет, наоборот, мусульманин со своими братьями должен идти на основании хорошего, благого намерения. Говорит. А так же, чтобы он любил для своих братьев того же, что он любит для себя. Чтобы он не обманывал их и чтобы он не обольщал их. Но он должен быть со своими братьями так же, как он любил бы, чтобы они были с ним. Вот это ясно или нет? Значит, смотри. Из того, что мы пока прочитали выше, относительно Танадюша. Что ты понял? Что от слова «ля» Танадюша берется запрет «надюша». Во-вторых, берется запрет всех его видов. Это мы тоже поняли. Третье. Ты знаешь теперь общее определение. Что такое «надюш»? Общее определение, которое берется откуда? С языкового значения. С языка берется, с арабского языка. После этого ты понял, что под это общее определение подпадает частное определение, которое используется только где? В вопросах торговли, в вопросах купли-продажи. Что это за частное определение? Вот оно здесь пришло. Это когда тот, который не желает приобретения товара, добавляет цену этого товара. Это что такое «надюш» в вопросах торговли. Знаешь, когда мы будем проходить книгу о торговле, из «Фатху-ль-Аллам», из разъяснения «Булюг-ль-Марам», или «Тайсир-ль-Аллам», то же самое, книгу торговли. И будет у нас встречаться это понятие «надюш». Теперь ты понимаешь, что означает это понятие. Теперь ты понимаешь. Дальше говорит. «Уазиадут уль-Марфисиар, вауу аля юриду ширах, хинас-сом аляс-сил'а». А когда, говорит, человек добавляет цену на товар, в то время как он сам не желает этого товара и не хочет его приобретения, хинас-сом аляс-сил'а. А что такое сом? Сом – это торговля, когда два человека торгуются. Давай дешевле, давай дороже. Нет, нет, брат, я сам его дорого купил. Нет, давай подешевле. Так или нет? Это что называется? Вот это вот взаимоотношение, когда человек один сбивает цену, а другой пытается добавить цену. То есть только частно между продавцом и покупателем. Это называется сом. Говорит, когда приходит этот человек и начинает добавлять цену товара, когда что? Хинас-сом аляс-сил'а. Когда идет торговля относительно определенного товара. Хады минануа аль-хилу аль-хида. Это один из видов коварства, то есть хитрости, один из видов чего обмана. Вали адафа о мангьюн англу мухаррам. Поэтому это является запрещенным харамом. Ясаму би исахибу исмаль мухаррама. Так что если человек это совершит, то он получает грех за то, что совершил харам, за то, что совершил запретное деяние. Вот это ясно или нет? Это то, что касалось Надиша. Дальше говорит. Вали табагаду. И не проявляйте друг другу взаимной ненависти или взаимного гнева. Вот табагуд гуна ай-дан-ам. Смотри опять. Табагуд здесь опять приходит какой? В общем виде. То есть любое проявление гнева запрещено. Тикулли маякуну сабабан лихудус аль-багдамин аль-акуал вал-амал. То есть из этого берется запрет любого действия, которое может стать причиной взаимной ненависти, как слов, так и дел. Смотри, что ты берешь отсюда? Ла табагаду. Не проявляйте гнева друг другу. Из этого запрета ты берешь не просто проявление гнева друг другу, но берешь запрет на все, что приводит к этому гневу. То есть смотри, когда ты уже делов натворил, так или нет? Друг другу натворили, наговорили слов, что сотворили друг с другом определенных действий. Остается только что? Сам табагуд, сам бог, сам гнев. Это вещь лишь результат, так или нет? Лишь последствия слов и дел. И ты его не можешь удержать. То есть это уже что не в твоих силах? Удержать гнев. Поэтому, говорит автор шарха, слово ла табагаду, не проявляйте друг друга гнева, это запрет не самого гнева, а запрет того, что становится причиной этого гнева. И слов, и дел. Значит, любые слова и любые дела, которые приводят к взаимной ненависти, к взаимному гневу между двумя, их совершать, их произносить, эти слова, что делается, запрещается. Ясно или нет? Почему, брат? Потому что смотри, слово начишь не обманывать друг друга. Обман запрещен сам по себе. Так, почему? Потому что ты его можешь либо сделать, можешь не сделать. Ты контролируешь это понятие. Так или нет? Но слово бухт, гнев, ты его не можешь контролировать, потому что это лишь результат, который выходит бесконтрольно от тебя. Поэтому здесь уже идет запрет не на сам гнев, а идет запрет на то, что приводит к этому гневу. Усвоили это. Дальше говорит, поэтому любое слово, которое может привести к гневу, тебе запрещено его произносить. Говорит, то же самое, любое действие, которое приводит к взаимному гневу, взаимной ненависти, тоже запрещено его совершать. Говорит, верующий человек, ему приказано что делать? Совершать те слова, совершать те деяния и произносить те слова, которые, наоборот, ведут к чему? К любви, к взаимному, к взаимной дружбе и тому подобное, друг с другом. А то, что приводит к гневу, все это тебе запрещено. Будь то это словами или писанием, то есть ручкой, написал что-то в книге или в послании, или что-либо подобное. Или словами, которые произносятся чем? Языком, или в действиях, или в указании. А у лахзи, лахзи это что как бы, допустим, когда человек мимикой что-то делает, мимикой, глазами показал, так или нет, головой что-то сделал. И это приводит к гневу между двумя, тоже является чем? Тоже является запретным. Любому человеку-мусульманину запрещено ненавидеть какого-либо другого мусульманина. Потому что ты уже полюбил своего брата за то, что он обладает исламом и единобожиим. И это говорит, что он? Но если ты, говорит, возненавидел своего брата ненавистью религиозной, что значит ненависть религиозной? То есть не из-за дуней, не из-за того, что он тебе навредил что-то в чем-то или перешел тебе дорогу в чем-то, в вопросах имущества или здоровья или в чем-либо еще. Но ты его ненавидишь ненавистью религиозной. Либо потому, что в нем есть нововведение. А у Машаба Азалика и тому подобное это человек, нововведение, допустим, бедачик, так или нет? Или совершает нововведение, хоть и не является бедачиком. Так, ты его ненавидишь, за что? Ты его ненавидишь как такового человека, а за то, что он совершает это нововведение. Говорит, в этом нет никакой проблемы. Но здесь запрещен какой вид гнева? Аддуниевы. По вопросам дунии, по вопросам быта. Это то, что запрещено здесь. Опять-таки, смотри, когда мы говорим в этом содержится, что обобщенность, запрещен любой гнев. То есть гнев религиозный и гнев какой? Дуниевы. Так или нет? Который касается вопросов бытовых. Но опять из этой общности мы делаем исключение гнева какого? Религиозного. Потому что указание на его узаконенность, на позволительность, более того, обязательность пришла в контекстах. Так или нет? Что ты должен проявлять ненависть к нововведенцам, что ты не должен их любить. Ты должен что делать? Враждовать с ними и тому подобные вещи. Так или нет? Ты должен противостоять им, опровергать их и так далее. Все это приходит в контекстах или нет? Все это приходит в этих контекстах. Значит, контексты вот эти являются чем? Являются тем, посредством чего ты исключаешь этот вид гнева из этого общего контекста запрета. То, что этот вид гнева становится разрешенным, более того, обязательным, желательным и так далее, в зависимости от ситуации. Вот это ясно или нет? Это также понятно. Значит, можешь ли ты относить на одного и того же человека и любить его, и ненавидить его? Возможно такое или нет? Возможно. Ты любишь его за то, что он муслим, за то, что он муахид и единобожник. Ты любишь его за это. Но ты его ненавидишь за то, что он совершает какие-то нововведения или выше этого, то есть не просто совершает нововведение, но является нововведенцем и тому подобное. Или за какие-то дурные качества, которые в нем есть, из зависти, из злобы или что-либо подобного. Так или нет? Ты его ненавидишь с этой стороны, но любишь с другой стороны. То есть, относительно верующего человека, относительно мусульманина, не может быть собрана абсолютная ненависть. Так? Но эта ненависть соприкасается с чем или смешивается с чем? С любовью. В отличие от кого? От неверующих. В неверующих ты ненавидишь полностью. Так или нет? Почему? Потому что у них нет ни ислама, ни единобожия, ни того, ни другого. Так? Говорит дальше. Видишь, если, говорит, причина гнева является причиной узаконенной, религиозной, то это требуется в шариате. И в этом нет ничего страшного. Но, говорит, что касается мусульманина, то его нельзя ненавидеть бельджумля. То есть, абсолютно, без исключений. Но, относительно мусульманина, вместе с ненавистью собирается еще что? Что-то из любви. Как мы указали выше. Любишь ты его почему? Потому что он муслим, единобожник. Так или нет? Но ненавидишь его из-за его нововведений или грехов или каких-то дурных нравственных качеств и тому подобное. Видишь, почему ты его любишь с одной стороны? Потому что в нем есть вера, в нем есть тухид, единобожие, в нем есть подчинение, когда мы говорим в нем, не имея в виду в его сердце. Так кто-то может неправильно понять, что мы говорим, что вера только в сердце. В нем есть вера и означает, что в нем, то есть в сердце него и дела не входят в веру. Нет, не это имеется в виду. Имеется в виду, этот человек описывается верой. Его вера существует в сердце, его вера существует на словах, его вера существует на его деяниях органов тела. Говорит, но почему ты его ненавидишь? То есть, почему ты его любишь, мы поняли? Потому что он верующий, мусульман, единобожник и так далее. Но почему ты его можешь ненавидеть? Потому что в нем есть определенные грехи и ослушание, которое он совершает. Поэтому, говорит, относительно верующего и относительно мусульмана могут собраться эти две вещи. Так, которые приходят, узаконенность их, оба что в религии. Так или нет, ненависть со стороны религиозной и любовь также к нему может быть собрана. Поэтому слова пророка, саллаллаху алисаляма, не проявляйте друг другу гнева. То есть, имеется в виду, не устремляйтесь к тому, что может стать причиной взаимного гнева в вопросах дуньи. Но если вопрос касается религиозного шариатского понятия, то есть гнев вызван у тебя из-за этого, то это является не просто разрешенным, но является требуемым в шариате. Здесь уже запрет не работает. Понятно или нет? Здесь уже запрет в это понятие не входит. То же самое человек относительно своей семьи должен всегда стремиться к тому, что устроят в его семье любовь друг к другу. Чтобы не возникало гнева между мужем и женой, между детьми и так далее. Если произошла взаимная ненависть или взаимный гнев между мужем и женой, то человек должен уметь увидеть в своей супруге благие качества. Как сказал пророк салаллаху алисаляма, Пусть верующий человек не ненавидит верующую, то есть свою жену здесь имеется ввиду. Если он ненавидит в ней какие-то хулик, какие-то нравственные качества, то есть человек не бывает абсолютным, не бывает совершенным, в любом человеке есть благие качества и дурные качества. Говорит, если ты увидел в своей супруге какие-то дурные качества, то пусть это не приводит тебя к гневу и к ненависти к своей супруге. Если тебе что-то не нравится в ней, то тебе понравится что-то другое. Так или нет? Посмотри на какие качества, посмотри на благие качества, которые есть у твоей жены. Этот хадис приходит у имама муслима со слов Абу Гурайры. То есть пусть верующий человек, мужчина, не ненавидит женщину. Понятно или нет? Говорит, и это общее правило. То, что верующий человек не должен в общем виде ненавидеть кого? Ненавидеть другого верующего. Если тебе что-то не нравится в твоем же брате теперь, то посмотри на то, что в нем есть и благо, и вера, и подчинение. То есть, видишь, говорит, этот вопрос касается не только мужа и жены. То есть муж должен увидеть в жене, если есть что-то дурное, должен увидеть что-то благое. То же самое жена относительно мужа. И это, говорит, касается не только семейных взаимоотношений, но и каких братских взаимоотношений, дружеских взаимоотношений. То же самое. Если ты увидел в твоем брате что-то дурное, ты должен уметь увидеть в нем также благое. Говорит, И ты, говорит, что должен делать? Уметь возвеличивать эти благие качества в твоем брате. Говорит, так что ненависть к твоему брату становится какой? Хаунанма. То есть, становится незначительной. Уменьшается посредством того, что ты увидишь в нем благо. И человек в этом случае уже не становится тебе ненавистным абсолютно. И эта ненависть уже не приводит к чему? Муката. К порыванию отношений у аль-мудабара и поворачиванию друг к другу спиной. Вот это ясно или нет? Это тоже, иншаллах, понятно. Давайте остальное, иншаллах, оставим на следующем уроке. Постараемся дочитать на следующем уроке. Бизниллах. Субханакаллаху ма бихамдик. Ашаду Аллахи ла ха и ла анта. Стафируллаха. Аватубили. Далее автор шарха говорит, разъясняя хадис 35-й, то есть разъяснение которого мы начали на прошлом уроке. Говорит посланник Аллаха. То есть что означает слово ла тадабару? То есть не устремляйтесь к произнесению таких слов или к совершению таких действий, посредством которого вы будете мутакаты. Кто такое мутакаты? Это те люди, которые прерывают друг друга отношения. То есть прерывают отношения друг с другом. То есть не устремляйтесь к таким словам или действиям, посредством которого ваши отношения прервутся. Ля анна тадабура ма анна. Потому что слово тадабур, какой его смысл? Ан яфтарик аннас кул'юн и валлил ахара дубура. Это когда два человека отделяются, отходят, отворачиваются друг от друга так, что каждый из них показывает друг другу свою спину. Так это от слова какого, знаешь, тадабур? От слова дубур. Зад чего-либо или спина чего-либо. Так говорит. Здесь подразумевается прерывание взаимоотношений и бойкотирование. У хаджра муслим ва кат'у харам. И запрещено в своей основе делать бойкотирование мусульманину и прерывать с ним отношения. Ида каанал амру дуньяуи. Если дело является каким, или причиной этого является бытовой. Говорит. Отсюда ты понимаешь, что хаджр, бойкотирование, бывает двух видов. Аль-Ауваль первый вид. Хаджрун ли Амриддин. Когда человек прерывает отношения с кем-либо по вопросам религии. То есть из-за религии. Из-за того, что человек совершает нововведения или совершает большие грехи и тому подобное. Ваза лаву ахкаму аль-Мухтаса. Говорит. И у этого есть свои конкретные частные постановления. Вабаби туха. И как отличить одно от другого. Ану яджуз. Хаджрун муслим ли Ажлиддин. Является разрешенным бойкотировать мусульманина ли Ажлиддин по вопросам религии. Говорит. Если в этом бойкотировании есть польза. Для кого? Для этого человека. Говорит. Это подобно тому. Или как можно привести на это пример. Как пророк. Устроил прерывание отношений и бойкотирование. Тем троим. Которые отстали от военного похода на Табук. Кааб и Малик и его два друга. И подобные этому примеры. Так. Значит. Хаджр. Бойкотирование. Говорит. Бывает двух видов. Первое бойкотирование. По признаку какому? По религиозному. По религиозному признаку. Из-за больших грехов. Или из-за нововведения. И тому подобное. Асани. Второй вид бойкотирования. Аль-Хаджр. Ли Гарад Дуньяви. Это оставление твоего брата. И прерывание с ним отношений. Из-за бытовых вопросов. Фа-Яхжруль-Муслим. Ахаху. Ли Изаин Азах. Например. Один мусульманин. Оставляет второго мусульманина. Прерывая с ним отношения. Из-за какой-то обиды. Или из-за чего-либо неприятного. Которую он получил от второго. Говорит. Ау-Ли Шей-Ин. Уа-Каа. Фи Кал-Би Алей. Или из-за какой-то сложности. Которую у него есть сердце. Относительно этого брата. Говорит. Если бойкотирование совершается по причинам бытовым. То мусульманин может бойкотировать другого мусульманина. По этим вопросам. До трех дней. То есть три дня. И меньше этого. И не выше. А все что выше трех дней. Бойкотирование мусульманина является запретным. И пришло достоверно от пророка. Что он сказал. Мусульманин не должен бойкотировать его брата больше трех дней. Так что оба они встречаются. И один отворачивается от одного. И второй отворачивается от другого. И лучший из них тот, который начнет с Салама. То есть лучший из этих двоих. Тот, который первый даст Салам. Этот хадис приходит у Бухарии мусульмам со слов Абу Айюба Адансари. Сказали обладатели знания. Говорит. Сказали обладатели знания. Этот хадис является явным контекстом. Который запрещает бойкотирование между мусульманами. Более чем на три ночи. Говорит и понимается из этого хадиса позволение и разрешенность бойкотировать одному мусульманину второго в первые три дня. По какой причине Всевышний Аллах позволил бойкотирование до трех дней. Говорит. Потому что человек мачбуль. То есть его природные свойства. Врожденные свойства. То что он склонен к гневу. Или к проявлению гнева. И к дурным нравственным качествам. И тому подобное. Говорит. Поэтому Всевышний Аллах позволяет ему делать бойкотирование другого человека. Другого мусульманина в течение трех дней. Для чего? Для того чтобы удалить от него эти чувства. То есть обычно в течение трех дней человек должен успокоиться. Прийти в себя. И должны уйти у него эти дурные чувства. Говорит и лучший из этих двух мусульман. То есть которые бойкотировали друг друга. Тот который начнет первым. И даст салям первым. А что касается бойкотирования по вопросам религиозным. То здесь смотрится на пользу. Маслаха. То есть на полезный результат. Такое бойкотирование может продолжаться неделю. Или месяц. Или один день. Маслахат аль-Махджур. То есть в зависимости от того. Какова польза тому. Которого ты бойкотируешь. Нам здесь. Прежде чем читать дальше. Необходимо значит подвести итог. Получилось. Что слова пророка. Саллаллаху алисаляму. Валя тадабару. Означают что. Не прерывайте друг другом отношения. Так не бойкотируйте друг друга. Не поворачивайте друг другу спину. И этот запрет. Указывает на запрет. Не только самого бойкотирования. И прерывания отношений. Но на запрет. Всего того. Что к этому приводит. Из слов и из дел. Это поняли. Второе. Автор книги указал на то. Что бойкотирование бывает двух видов. Бойкотирование по вопросам религиозным. Или из-за вопросов религиозных. Или по вопросам бытовым. То есть из-за каких-то бытовых разногласий. Которые произошли между двумя. Так вот. Что касается разногласий по бытовым вопросам между двумя. То бойкотирование является чем? Является запретным более чем на три дня. То есть три дня человек имеет право бойкотировать своего брата мусульманина. если тот принес ему что-либо из беды или что-либо из неприятности, или обидел его и тому подобное, или притеснил его. Но затем это бойкотирование должно быть прекращено. Что касается по вопросам религии, то данное бойкотирование не ограничивается каким-то временем. И здесь необходимо отметить один важный момент, то что бойкотирование по вопросам религии может быть двух видов. Может быть двух видов. Первое это когда человек бойкотирует другого из-за того, что тот совершает большие грехи. Из-за того, что тот совершил что-то из греха или ослушания Всевышнего Аллаха. Это первое. И второе, когда человек бойкотирует другого из-за того, что он нововведенец, или из-за того, что он совершает нововведение. Это второе, совсем другое. В первом случае смотрится на пользу. То есть есть польза тому, кого и бойкотируют или нет. То есть для чего бойкотируют человека, который совершает большой грех, или совершает ослушание Всевышнего Аллаха. Для того, чтобы он отказался от этого ослушания, вернулся ко Всевышнему Аллаху с покаянием. И пример на это какой? Как раз вот этот пример с пророком, как он делал бойкотирование тем троим, Кабу и Малику, еще двоим его товарищам, которые они все не вышли на поход на Табук. Не выход на военный поход, тогда когда Амир призывает к этому. Является чем? Является ослушанием Всевышнего Аллаха. Но является ли нововведением или нет? Нововведением это не является. Здесь в этом случае смотрится на пользу. Есть ли польза тому, кого бойкотируют? То есть бывает так, что человека бойкотируют за грех, но это не добавляет ему ничего, кроме добавления в этом грехе и углубления в этот грех, увеличения этого греха или увеличения количества грехов. Тогда бойкотирование в этом случае не является полезным, его необходимо оставить, то есть не нужно его совершать. Но другой вопрос, когда человек бойкотирует другого из-за вопроса нововведения. Здесь уже не говорится, что оно узаконено, только если от этого есть польза тому, кого бойкотируют. Понятно или нет? Почему? Потому что ты его бойкотируешь уже не просто из-за того, что он совершает нововведение, а бойкотируешь его, чтобы спасти себя самого, во-первых. Спасти свое сердце и оставить его чистым от различных шубухатов, которые сеет этот человек. То есть, как известно из основ Ахли Сунного Джама, то, что они не сидят с нововведенцами, не разговаривают с ними, не общаются с ними, не кушают с ними, не смеются им в лицо, не здороваются с ними. Если они скончались, не хоронят их. Так или нет? Не хоронят в том смысле, что те, которые являются известными и уважаемыми людьми среди какого-то джама, среди какого-то города и так далее, то они не идут на то, чтобы участвовать в похоронной процессе этого человека. Вот это ясно или нет? С другой стороны, если его никто не похоронит, за это все берут грех. То есть, похоронить его в любом случае является обязательным. Но в знак того, чтобы показать, что человек был нововведенцем и ему устраивали, что прерывание отношений с ними и тому подобное, уважаемые люди не идут туда, куда не провожают его похоронную процессию. Вот это ясно или нет? Значит, смотри, бойкотирование относительно нововведенца, если это не приносит пользу нововведенцу, узаконен его совершать или нет? То есть, ты его бойкотируешь, но он не отказывается от своего нововведения, наоборот, еще больше совершает свое нововведение, допустим. Все равно это узаконено. Потому что бойкотирование нововведенца совершается в первую очередь для пользы тех, кто бойкотирует. Это ясно? Смотри, когда человек совершает большой грех, оно совершается для пользы того, кого бойкотирует. Но когда совершает один из людей нововведения, то бойкотирование производится для пользы тех, кто бойкотирует больше, чем для пользы того, кого бойкотирует. Это почему так говорят. Обладатели знаний говорят, если бойкотируют того, кто совершает большой грех, то обычно тот, который большой грех совершает, понимает, что он ослушается Аллах и затем отказывается от этого греха. Поэтому смотрится на ту пользу, которая касается его, бойкотируемого. Откажется он или не откажется? Но когда человек совершает нововведение, хоть 10 бойкотирований ему устраивая, обычно человек не откажется от своего нововведения, потому что он считает, что он совершает благое дело, то дело, которому приближается ко Всевышнему Аллаху. Поэтому здесь уже не смотрится на ту пользу, получает он эту пользу или нет, бойкотируемый, но смотрится на чистоту сердец и спасение сердец тех, которые около этого бойкотируемого. Чтобы он что сделал? Чтобы он не внушил свои какие-то сомнения, шубхаты и так далее в сердца людей. Поэтому люди перестают с ним общаться и прерывают с ним отношения, чтобы защитить свою идеологию и свои правильные воззрения от нововведения и от вмешательства различных чего воззрений неправильных. Вот это поняли или нет? Это разница, брат, это необходимо различать и уметь видеть. Потому что сегодня многие из людей приводят вот этот вот тофсыль. Говорят, хаджер делается человеку, только если от этого есть ему самому польза. И не различают между понятием, за что делается хаджер. За грех делается или за нововведение делается? Это две разные вещи. Тот, который грех делает, если ты его не оставишь, то ты не боишься за свое сердце, что он ведет какие-то шубхаты и так далее. Потому что все знают, что он совершает дурное, он ослушается Всевышнего Аллаха. Так или нет? Берет, допустим, проценты или совершает зина, или обладает какими-то неправильными, дурными, нравственными качествами и так далее. Все люди понимают, что это дурное. И шубхат от этого зайти к тебе в сердце не зайдет. Так? Не может зайти. Но когда человек совершает нововведение, своими сомнениями нововведениями он может сбить в пути других людей. Поэтому для того, чтобы защитить общество от него, люди от него изолируются. Понятно или нет? Изолируют его из своего общества и не общаются с ним. Даже если ему от этого пользы нет, он не откажется от своего нововведения. Главное, чтобы польза была тем, которые бойкотируют. Вот этот вопрос ясен или нет? Этот вопрос и этот тавсиль, подробность, является очень важной. Говорит, и сегодня многие, в том числе и из нововведенцев, также используют вот эти вот общие фразы. Общие фразы используют. То, что бойкотирование делается только в том случае, если от этого есть польза тому, кого бойкотируют. Приводят слова Ибн Каима и других, которые говорят, что бойкотирование подобно лекарству против болезни. Если от этого лекарства из лечения приходит, польза есть, то есть, так, то его необходимо применять. Имеется в виду польза кому у них, в их словах, бойкотируемому, тому, кого бойкотируют. Если от этого пользы нет, то это необходимо оставить и тому подобные вещи. Так, не учитывая разницу между бойкотированием по вопросам греха и бойкотированием по вопросам чего нововведения. И тоже приводят все эти истории с пророком, с Каабом ибнумаликом и другими, как довод за свои слова. Понятно или нет? Это, брат, каждый довод должен быть приведен в своем месте и в правильном направлении. Далее говорит, Далее, значит, на этом завершили вот этот отрезок. Он понятен, иншаллах. Далее говорит, А также пусть один из вас не торгует на торговлю другого. Что это означает? Не продавай на продажу твоего брата или не покупай на покупку твоего брата. Как, например, если один говорит тому, кто хочет купить товар за 10. Говорит, Я тебе такой же товар дам за 9. То есть приходит, говорит, как твои дела, так и так. Он говорит, да вот, сейчас только в магазине был, договорился с продавцом, что куплю у него за 10 тысяч. Или за 10 реалов, или за 10 того-то. Такой-то товар. Он говорит, все, уже договорились? Да, договорились. Давай я тебе за 9 продам. У меня такой же есть. Я тебе продам за 9. Такое разрешено или нет? Это является запретным. Торговать на торговлю брата. Или продавать на продажу брата. Или наоборот. Приходишь к продавцу уже теперь и говоришь, То есть он хочет продать какой-то товар за 10. Ты говоришь, давай я возьму тебя за 11. То есть смотри, касается кого? Как продавца, так и покупателя. Покупатель решил купить за 10. Ты ему говоришь, подожди, я тебе продам за 9. Продавец договорился продать за 10. Ты ему говоришь, подожди, я у тебя куплю за 11. То есть что делаешь? Постоянно перебиваешь сделку. Хоть продавцу, хоть покупателю. Говорит, у Ашбавызали какие-то подобные ситуации. Я не югриги биалла яштари минахи ау ан ябиа алей. То есть югри обольщает его, чтобы он не продавал своему брату или не покупал у него. Вот в этих двух случаях происходит то, что является запретным. Торговля на торговлю брата. Пророк с.а. запретил это в этом нашем хадисе своими словами. Пусть один из вас не торгует на торговлю другого. Но это, относительно этого ставятся условия, чтобы между торговцем, то есть продавцом и между покупателем уже произошло расхождение и взаимное согласие. То есть товар еще не перешел в руки, но договориться уже договорились. Так, смотри, есть еще не договорились. Допустим, базар. Так, базар. Два-три человека стоят на соседних лавочках. Человек приходит и все они кричат этому человеку. Иди сюда за 10 продам. Тот говорит, иди, иди за 9 я тебе продам. Так, в этом проблема есть или нет? В этом проблема нет. То есть этот хадис, запрет торговли на торговлю брата, не касается чего? Конкуренции, так или нет, на рынке, или на базаре, или в магазине. Но касается чего? Касается того, когда двое уже договорились о цене и о товаре, и разошлись. После этого запрещено влезать в этот их договор. Говорит, например, Когда один из людей приходит к продавцу, Это кто такой? То есть продавец в магазине. И говорит ему, Я хочу купить у тебя этот товар по такой-то цене. И двое расходятся, то есть продавец и покупатель, договорились на этом и разошлись. То есть разошлись после того, как уже договорились относительно цены и самого товара, соответственно. И каждый из обоих, то есть и продавец и покупатель, остались довольными тем договором, на котором они договорились. И тогда приходит посторонний, третий, и говорит тому, кто хотел купить такой-то товар за такую-то цену, Я дам тебе такой же товар по меньшей цене, чем ты договорился. Или наоборот уже приходит к продавцу и говорит, Я куплю тебе этот товар по цене дороже, чем ты договорился с этим покупателем. Говорит, Поэтому если продавец уже добил, добились люди его довольства, что он отдаст этот товар по такой-то цене, А также довольство есть с той стороны, которая хочет купить, И они разошлись на том, что они завершат эту торговлю на этом договоре. Здесь говорит уже, что кому-либо запрещено влезать в эту сделку, вмешиваться в нее, После того, как они уже разошлись и остались довольны тем договором, который заключили. То есть, Что такое муقدимат агдал-бея? То есть, такие явления, которые предшествуют заключению самой сделки. Уже состоялись, говорит. То есть, люди уже договорились на цену, И произошло твердое желание купить то, о чем идет речь. Здесь говорит уже, что никому не разрешено вмешиваться в эту сделку. И отсюда понимается, что нет ничего страшного, если второй или третий посторонний человек вмешивается в эту сделку, Еще до того, как произошло взаимное согласие. То есть, еще не договорились ни о чем. Так или нет? Просто подошел покупатель к продавцу и спрашивает его, расспрашивает, что за товар, Какова его цена, по чем продаж и тому подобные вещи. Еще ни о чем не договорились. И подходит второй и говорит, я тебе продам дешевле. Говорит, это разрешено или нет? Говорит, это разрешено. То есть, если все еще идет фатратун-назар. Что такое фатратун-назар? Промежуток времени, в который человек размышляет пока. Продавец не согласился продавать за такую цену, пока размышляет. И покупатель еще не согласился покупать по такой цене, до сих пор размышляет. Или даже если один из них согласился, но второй пока не соглашается. Как, например, один человек переходит из одного магазина в другой магазин. То есть, представь, лавки стоят одна за другой. Подходит, говорит, по чем продаешь? За 20. Сейчас я посмотрю, еще цены узнаю, потом подойду. Если дешевле не найду, к тебе подойду. Подходит ко второму. По чем продаешь? Должен ли он сказать, подожди, брат, ты уже с первым начал деятельность, иди к нему, все, я уже не вмешиваюсь. Нет, здесь не является чем вмешиванием, так или нет. Человек ни о чем еще не договорился. Наоборот, ходит ищет того, кто продаст ему подешевле. Сам стремится найти товар подешевле. Ясно или нет? Тот же товар за более дешевую цену. Говорит, в этом случае нет ничего страшного, если ты называешь какую-то цену подешевле, или предлагаешь какую-то другую разновидность товара и так далее. Поэтому, говорит, условием запрета торговать на торговлю брата-мусульманина является то, чтобы между двумя уже произошло тафарук бил-кауль. То есть, разъединение, они отошли друг от друга, бил-кауль, договорившись на чем-либо. Ау-инфисал фил-кауль бил-азам аля-шшара, или произошел инфисал фил-кауль, разъединение в слове, бил-азам аля-шшара, тем, что они уже договорились продавать. Ау-ль-азам аля-ль-бэя, или наоборот, купить. То есть здесь что имеется в виду, брат? Нам Азам Аля Шара, то есть договорились товару купить, а Уль Азам Аля Лбе, договорились продать. Что значит инфисал или тафарук бил кауль? Инфисал бил кауль или тафарук бил кауль, то есть имеется в виду гэру тафарук бил бадан. Есть понятие тафарук бил бадан, есть понятие тафарук бил кауль. Когда двое разошлись, бил бадан, телами. Один вообще ушел из этого магазина, но они договорились, завтра я к тебе приду, заберу товар, принесу деньги. Это какое? Что произошло? Тафарук бил бадан. Они разошлись, эти двое, покупатель и продавец, телами разошлись. То есть они разошлись не телами, но словами. В каком смысле разошлись? Все, то есть договорились. Произошло, окончательная договоренность произошла. Говорит, Поэтому если произошло твердое намерение, то есть на покупку или на продажу, и вторая сторона ответила на это, твердое намерение, тоже своим согласием, то в этом случае вмешиваться в эту торговлю является чем запретным. То есть другая посторонняя сторона вмешиваться в этот вид торговли уже не позволяется. И так не должна. И подобные же встречаются в словах пророка. Пусть человек не сватается на сватовство своего брата. Здесь то же самое. Говорит, этот хадис приходит, где у нас у Бухарии Мусам, а со словами Ибну Амара. Говорит, если человек пришел к какой-либо семье, так и посватался к какой-либо девушке, и кто-либо из людей услышал об этом, то есть услышал, что такой-то человек уже посватался на дочь этого человека, который есть в этой семье. Говорит, и если ему дали ответ какой? Дали ответ согласия, то никому не разрешается, если он об этом знает, что ему ответили согласия, приходите говорить, а на Уриду Ибна Таком. Я тоже хочу жениться на вашей дочери. Так, значит, что ты отсюда понимаешь? Смотри, человек пришел к какой-либо семье, подошел к отцу или к брату и так далее, то есть к Вали девушке и сказал, я хочу посваться к твоей дочери. Если произошел отказ, сказали, нет, мы за тебя свою дочь отдавать не будем. Проблема есть, если придет второй и будет сваться к этой дочери или нет? Никакой проблемы нет. Потому что здесь уже как такового сватовства нет, сватовство прекратилось. Так или нет? Не произошло. Это в этом проблемы нет. Второе, если ему ответили согласия, все, мы согласны тебе выдать нашу дочь. Может ли теперь второй подойти и сказать, смотрите, я повыше, я покрасивее, я побогаче, я познающий, я поправедней. Можно так сказать, я побогоязненней. Нет, такого уже делать нельзя, потому что первому ответили чем? Согласим. Вот это понятно или нет? Третье, если они размышляют, взяли время размышлять, это другой вопрос. Говорит, Но до того, как ему еще ответили, то есть чем? Согласим. То второй может что сделать? Придти как другой жених, то есть как второй жених, тоже посвататься. И подобный же параллель приходит в нашем вопросе. Пусть один из вас не торгует на торговлю брата. Таля, саллаллаху алисаляма, сказал пророк, саллаллаху алисаляма, Знаешь, вот этот вот блок также разобрали. Ясно, что подразумевается под этим. Теперь другой блок. Говорит пророк, саллаллаху алисаляма, И будьте о рабы Аллаха, братьями. То есть не имеется в виду нам. Говорит, имеется в виду, то есть притворите в жизнь религиозное братство. И так же Всевышний сказал, И верующие мужчины и женщины являются друг другу, покровителями, являются друг другу, друзьями или братьями. И так же Всевышний сказал, Поясни верующие, являются братьями. Затем пророк, саллаллаху алисаляма, сказал, Значит, вот этот вот блок ясен, Что означает? То есть притворите в жизнь религиозное братство. Далее. Потом пророк, саллаллаху алисаляма, сказал, Один мусульманин является братом другого мусульманина. А что это означает? Идет разъяснение. Что означает? Один является братом другому. То есть, во-первых, не должен причинять ему несправедливость. То есть, не причинять ему несправедливости относительно его имущества, относительно его чести, относительно его семьи. Так и не причинять ему несправедливость ни в каком проявлении, которое бы касалось лично этого человека. Наоборот, соблюдает с ним справедливость. И является его халифа. Кто? Является его наместником относительно его имущества, или семьи, или чести. То есть, если человек оставил другому на хранение деньги. Или уехал куда-либо и попросил присматривать за его домом, например, или за его имуществом, и так далее. Говорит, его сосед или его знакомый должен быть кем? Проявлять религиозное братство и быть ему халифой. То есть, заменить его в этом деле. Что касается семьи. То есть, если человек уехал куда-либо, так же попросил присматривать, зачем? За детьми, за семьей, чтобы помогал им, если что-то случится, если что-то сломается, помог им, если, как называется, закончится еда, чтобы принес им и тому подобное. Это тоже называется чем? Воплощением религиозного братства. Говорит, и то же самое относительно чести. То есть, один защищает честь второго. Говорит, пришло по этому шариате, и это является одним из великих благ этого шариата, то, что он узаконил, что значит, попросил прощения человек у своего брата за те несправедливости, которые он ему причинял. Как говорят же, то есть, приходят такие фразы, допустим, человек куда-то уезжает в далекое путешествие. Допустим, что собрал людей, говорит, братья, если я вам кому-то несправедливость причинил, или про кого-то что-то дурное сказал, то прошу меня простить. Это что называется? Тахаллюль. То есть, просьба о том, чтобы люди простили тебя перед таким событием, которое, возможно, ты из него не вернешься. Или человек перед смертью часто тоже так делает, так или нет. Говорит, это является узаконенным в религии. Пришло, говорит, от пророка, саллаллаху алисаляма, в достоверном сборнике. Говорит, если кто-либо причинил несправедливость другому, относительно его чести, или что-либо другое, то пусть попросят прощения у него сегодня, пока не придет день, в котором не будет ни динаров, ни диргамов. То есть, не будет денег. Говорит нам, этот хадис приходит у Бухариса, слово Бухариры. Что такое мазлима? Слово мазлима приходит с Касри под лам. То есть, если кто-то про другого делал гибу, или задел его честь, или перешел границу относительно кого-либо из людей, он должен вернуть эти несправедливо забранные вещи, или несправедливости, которую он совершил, должен попросить за них прощения. Говорит, Но если, говорит, в этом возвращении есть какая-то проблема, то пусть устроит посредника, то есть попросит другого, кого-либо, чтобы он попросил за тебя прощения. То есть, это также является узаконенным. Цель, говорит, то, что твоя обязанность это вернуть людям те вещи, которые ты у них забрал, или попросить прощения за те несправедливости, которые ты совершил. Но что касается гиба, что знаешь гиба, то есть, ты делал за кого-то гиба, или про кого-то гиба. То есть, стоит ли, или нужно ли идти к этому человеку, и говорить, я про тебя так-то, так-то говорил, извиняюсь, прошу тебя прощения, или нет. В этом вопросе, говорит, есть более подробное разъяснение у ученых. Говорит, если, то есть, в чем заключается эта подробность, то есть, если человек упомянет тому, про которого он делал гиба, что он делал про него гиба, и вот это вот сообщение о гибе и просьба о прощении приведет, например, к муназа и мушаке, наоборот, к спорам и к дурному отношению, то он не должен об этом сообщать. То есть, иногда бывает так, что если придешь к человеку и будешь говорить, что я про тебя делал гиба, так или нет, то есть, это не исправит положение людей, наоборот, приведет к чему? Наоборот, приведет к разрыву отношений. То есть, человек не знал, что ты делал про него гиба, а ты пришел и начал ему сообщать, что ты делал про него гиба. Это, наоборот, зачастую, порча отношений. Говорит, если это будет так, то нужно оставить это сообщение, не нужно идти и сообщать ему об этом. Но достаточно ограничиться чем? Много просить прощения за этого человека и много делать за него дуа. То есть кто за кого прощение просит? Ахмад сделал рыбу про Османа. Допустим так. Ахмад сделал рыбу про Османа. Ахмад боится идти к Осману и сообщить ему, что он про него делал рыбу. Чтобы не порвать с ним отношения. Что он говорит должен сделать? Ахмад должен за Османа делать больше дуа, чтобы Аллах его простил. И делать что? Вообще любого дуа за него. О благоденствии, в имуществе, в детях, в знании, в времени и так далее. Ясно или нет? То есть ты, который сделал рыбу, должен просить прощения за того, за кого ты делал рыбу. Чтобы Всевышний Аллах просил ему грехи и так далее. Говорит. То есть для чего это делается? Для того, чтобы говорить. Может быть это станет ему заступничеством в судный день. За его рыбу. То есть удалиться посредством этого его рыба. И то, что ты делал. То есть как бы затронул честь этого человека. Поэтому это является желательным действием. Чтобы человек попросил прощения у людей за несправедливости, которую он причинял. Относить на их честь или имущество. И сказать. Я ошибся относительно тебя или совершил ошибку или проступок относительно тебя. Прости же меня. Говорит. А тот, у кого просит такого прощения. Ему является желательным что сделать? Простить этого человека. И не должен подробно рассматривать. Что конкретно ты про меня говорил. Так или нет. Как конкретно ты перешел относить меня к границе и так далее. Но ему желательно сказать. То есть допросить тебя Аллах. И просить тебе то, что ты сделал. А уже Всевышний Аллах сфану ва Тааля. Отдаст награду тому, кто простил того, кто причинял ему несправедливость. Вот этот вопрос ясен или нет? Значит коротко. Является, говорит, шариат узаконенным. Если человек причинил какую-либо несправедливость другому. Попросить за это прощение. Если забрал имущество, отдать это имущество. Так, если причинил несправедливость относительно чести, попросить прощения. Так, что касается рыбы, привели более подробный тофсиль. Так или нет. Если это приведет к разрыву отношений, тогда необходимо оставить это. Но просить прощения за этого человека и делать за него два. Пока ты не посчитаешь, что иншаллах твоя рыба является какой? Аннулированной или прощенной тебе Всевышним Аллахом сфану ва Тааля. А что касается того, у кого попросили прощения, он должен как себя вести. Говорит ему желательно простить. То есть, если человек пришел, попросил прощения за несправедливость, ему желательно простить этого человека и не нужно говорить, нет, я тебя не прощу и тому подобные вещи. Так, теперь говорит другой вопрос. Известно, что если один причинил несправедливость другому, то этот другой в судный день за счет этого сможет забрать благие дела у этого первого. Или отдать ему свои дурные дела. Так или нет. То есть, получит от этого какую-то пользу в судный день. Так говорит, а если он его простит, то никакой пользы ему от этого не останется. Так или нет. Все, он уже простил, не сможет отдать ему дурных дел и не сможет забрать у него хороших дел. Поэтому автор книги говорит, в этом случае, то есть тот, который простил, не должен переживать. Но Всевышний Аллаху сфану ва Тааля берет на себя обязанность вознаградить этого человека за то, что он простил. Говорит, это является чем? Атрибутами или признаками верующих людей. То же самое. Если человек, кто-то из единобожников скончался, то если он делал кому-то что-то дурное, то является желательным тебе также сказать, о Аллах, прости его. То есть, даже если он не попросил у тебя прощения, не успел, допустим, так и так далее, то желательно сказать, о Аллах, прости его. Может быть, Всевышний Аллаху сфану ва Тааля спасет его посредством этого и ослабит его спрос, то есть спрос с него. И верующие люди должны любить друг друга. Даже если один верующий может совершить что-то из проступков, или ослушаться, или причинить исправедливость. Но сердце верующего все равно должно болеть за его братьев. И человек не должен, что делать, любить для своих братьев того, чтобы у них было много грехов. Говорит, но иногда бывает так, что причиненная несправедливость является великой. И в этом случае, говорит, что сделать, ответить на дурное дурным является разрешенным. Но это не наилучшее. То есть, если тебе причинить несправедливость, шариат узаконивает тебе ответить тем же или нет. Позволяет тебе ответить тем же или нет. Позволяет. Но, говорит, это не является наилучшим. Лучше что сделать? Простить. Как сказал Всевышний. Всевышний Аллах не любит того, чтобы люди высказывали о своих правах громко, или ругались громко, кроме как если это делает тот, кому причинили несправедливость. Говорит. То есть, если кто-то или кому-то причинили несправедливость, то Всевышний Аллах разрешает ему что сделать? Ответить на это и высказать свои слова, свои высказывания в адрес того, кто причинил ему несправедливость. Но это не является наилучшим. Но лучше, если человек простит того, кто причинил ему несправедливость. И пришло достоверно от пророка, что он сказал. Всевышний Аллах с.в.т. Тому, кто простит кого-либо второго, не добавляет ничего, кроме могущества. Не добавляет ничего, кроме величия. Этот хадис приходит у Мама Муслима со слова Богореры. Поэтому тот, который прощает, пусть не думает, что этим самым он что, становится меньше в глазах Аллаха. Нет, наоборот, он возвеличивается в глазах кого? Аллаха и в глазах людей. Говорит, Всевышний Аллах с.в.т. Как бы выявляет этого человека, освещает этого человека. То есть он становится великим среди людей. Почему? Потому что он отказался от своих прав. И сделал то, что является желательным для него. Это ясно или нет? Вот эта фраза, иншаллах, понятна. Значит, что? Не причиняет ему несправедливость. Что касается с этим вопросом, понятно или нет? Понятно. Далее, следующий блок говорит, И не оставляет его без помощи. Что такое хизлан? Это когда человек оставляет помощь другого человека. То есть не помогает его, оставляет его без помощи. Говорит, Но мусульманин должен быть покровителем другого мусульманина. То есть один мусульманин помогает другому и оказывает ему помощь. Но если один оставляет без помощи второго, то это противоречит тому договору о взаимопомощи, которая есть между мусульманами. Говорит, Поэтому говорит, Заключение договора о братстве и взаимной помощи между мусульманами содержится в словах Всевышнего Верующие мужчины и женщины одни друзья другим. Так, или одни покровители другим. Одни помощники другим. Из этого берется то, что Оставлять без помощи одному мусульманину другого мусульманина запрещено. Если он способен был помочь ему и оказать ему поддержку хотя бы мольбой. Понятно или нет? То есть смотри, иногда бывает так, что ты не можешь помочь твоему брату. Почему? Потому что твоя помощь не приведет в действительности к оказанию помощи, но приведет только к тому, что уже вам двоим надо будет помощь оказывать. В этом случае человек, если оставит помощь второму, то не берет за это грех. Но говорит, должен помочь хотя бы мольбой. Бедуа. Хотя бы делать за него дуа Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля. «Кала вала ягзибуху». То есть «вала ягзулюху». Разобрались? Дальше. «Вала ягзибуху». «Я не ла якулю лагу анта кадзиб». Слово «вала ягзибуху» То есть можно перевести как «и пусть не лжет ему». И можно перевести, что «пусть не обвиняет его во лжи». То есть говорит, пусть не говорит ему «ты лжец». «Вакулля махбару бихабар кала ата кадзибу анта кадзиб». То есть каждый раз, когда он о чем-то сообщает, Потому что основа в мусульманине то, что он не лжет. Значит, если нет никаких оснований на то, Что обвинять мусульманина во лжи, Человек не должен обвинять его во лжи. Вот это ясно или нет? Говорит, «О хацал Абуд-Дарда аннабия салаллаху алисалама». Пришло в хадисе то, что однажды Абуд-Дарда Задал вопрос пророку салаллаху алисалама, Факали сказал, «Я рассолю Аллаха, али ясрикуль му'мин». «О посланник Аллаха». Может ли верующий воровать? Не имеется в виду разрешено это или нет. Абуд-Дарда сказал, «Да, такое возможно». Сказал, «А может ли верующий совершить прелюбодеяние?» Сказал, «Да, может». Даже если это не нравится, Абуд-Дарде. Сказал, «А может ли верующий врать?» Или обманывать. Пророк салаллаху алисалама сказал, «Совершает ложь только тот, который не является верующим». Это не означает, что если человек где-то обманул или солгал, что он сразу стал кафером неверующим. В этом хадисе не приходит такфир. Но приходит указание на то, что обман и постоянное описание лживостью не являются чем? Атрибутами, свойствами верующего человека. «Ляннальказиба хасла тастахкему минсахибига». Почему? Потому что лживость, это говорит такое свойство, которое тастахкему минсахибига. То есть, которое полностью охватывает человека. Полностью проникает в него. Вот астамир мааху. И продолжается вместе, и идет вместе с ним. А это уже приведет к чему? Потому что человек постоянно описывается атрибутом из атрибутов лицемеров. Но то, что может произойти от человека из прелюбодеяния из-за страсти или из-за воровства, или воровство из-за страсти к имуществу, уажба визалики и тому подобное, то это лишь что-либо внезапное. Оно приходит и уходит. То есть, понятно или нет? В чем разница между тем, который совершает прелюбодеяние или воровство, и между тем, который лжет? Говорит, тот, который совершает прелюбодеяние, может совершить его однажды из-за той страсти, которая охватила его. Или своровать из-за нужды к этому, допустим. Или что-либо подобное. То есть, это свойство, которое не является постоянным свойством человека. Но приходит и потом уходит. А говорит лживость, то есть, как бы, углубляется в человека, охватывает его всего и становится его постоянным делом. Постоянно врет. Постоянно обманывает. Говорит так, что человек, если один раз откроет этому дорогу, далее уже, что не может освободиться от этого признака. И получится, что он постоянно описывается признаком кого? Признаком лицемеров. И, соответственно, это является противоречием его описанию тем, что он является верующим. Говорит далее. И когда человек совершает прелюбодяние или воровство, то в это время от него поднимается иман и находится над ним подобно зулля, то есть, подобно тени или подобно зонтику. И потом, когда человек оставляет грех, вера возвращается в него. То есть, как это пришло в одном из хадисов. Если человек совершает прелюбодяние, то его вера выходит из него, и становится над ним, как тень. То есть, как что? Как зонтик. Когда человек прекращает грех, то возвращается к нему его вера. Видишь? А что касается лживости, то лживость не прекращается. То есть, является чем? Постоянным свойством человека. Видишь? Говорит, а что касается лживости, то если человек продолжает ее совершать, то она, говорит, в конце концов, приводит его к чему? Или аль-фуджур? К распутству. А уже распутство, что делает, ведет человека к огню. Как это пришло в хадисе Ибн Мас'уду, Бухари и Муслима. И лживость ведет к распутству, а распутство ведет к огню. Поэтому слова пророка, здесь. Под словами, и не лжет ему, или не называет его лжецом, сюда, говорит, подпадает также то, что он называет его лжецом в его словах. Ясно или нет? Значит, нельзя лгать верующему человеку, и то же самое, нельзя обвинять его во лжи без явных на то причин. Третье, а или третье, следующий блок в этом хадисе, то есть не принижает своего брата и не презирает его. То есть один мусульманин не должен презирать другого мусульманина. Не должен, что значит презирать? Считать его каким-то презренным, незначительным, маленьким. Говорит, То есть человек не должен в своих мыслях думать, что такой-то мусульманин является кем? Вазыр. Является низким человеком. То есть презренным человеком. То есть иногда бывает так, так или нет. То, что человек видит в окружении каких-то людей, которые, допустим, являются инвалидами, или являются кем? Являются неграмотными, невежественными людьми. Или являются людьми из дурного рода, так или нет. Или из низкого рода и тому подобное. То есть человек не должен допускать себе мысль о том, что этот человек хуже тебя. Или то, что ты выше него. То есть один Аллах знает, кто выше перед ним в глазах Всевышнего Аллаха, так или нет. И самый почетный из вас, самый богобоязненный. Говорит, То есть один не должен думать про другого, что он ниже по уровню, чем ты. И что этот является марзуль, тоже как бы как презренный или слабый. Говорит, А это может произойти либо из-за рода человека, или из-за его профессии, или из-за страны, из которой он приехал, или по каким-либо другим факторам. Ясно или нет? То есть если человек какой-то низкой профессии, или низкого телосложения, то есть низкого телосложения, имеется в виду дурное телосложение, или некрасив, или невежествен, или с какой-то страны не такой, так или нет. И тому подобное. То есть бывает так, что какая-то страна, у людей принято, что там живут люди, допустим, что? Низкого рода, так или нет. Это не является разрешенным между двумя мусульманами. Мусульманами считать одного ниже другого. Говорит, Но Ислам, говорит, поднимает любого человека, поднимает мусульманина. И делает его почтимым, то есть почетным, тем, который выделен среди всех остальных людей, то есть среди многобожников, среди неверующих и тому подобное. Поэтому мы говорим, что мусульманин у Всевышнего Аллаха является кем? Почетным. Азиз, то есть величественным. И почему Всевышний Аллах и его посланник запретили презирать мусульманина, чтобы один презирал другого? Потому что это противоречит тому, что мусульманин из-за обладания единобожьим и верой является кем? Величественным. То есть достаточно тебе того, что этот мусульманин является мусульманином. И он является единобожником и описывается верой. Так или нет? Для того, чтобы не презирать его. То есть описание единобожьим и веры уже поднимает этого человека на великий уровень уважения. Говорит, Ведь этот мусульманин, его тело несет в себе то есть убеждение единобожие. И хорошую мысль о Всевышнем Аллахе. И знание о Всевышнем Аллахе. А также несет в себе знание о Всевышнем Аллахе и тому подобное. И это высоко настолько, насколько высок Ислам и иман и знание человека. Поэтому говорит, все эти свойства приводят к тому, что нельзя презирать такого человека. Но человека необходимо уважать по причине того, что он обладает верой и обладает праведностью. Вот это ясно или нет? То есть даже если человек не описывается какими-то высокими качествами в его телосложении или в его красоте или в его профессии или в чем-либо подобном. Но уже достаточно того, что он является человеком, единобожником, несущим в себе идеологию единобожия и ислама и является кем? Человеком, который описывается праведностью. И люди в этом разнятся. То есть одни выше в этом, чем другие. Но можно ли сказать, что один может презирать второго, если у того вера или праведность, или единобожие на низком уровне. То есть ниже, чем у других, допустим, нам. Даже самый низкий уровень веры и даже самый низкий уровень праведности, так или нет, уже придает этому человеку великое, величественное положение перед Всевышним Аллахом, так что уже ты его не можешь презирать. Даже если он ниже всех остальных в этих свойствах. Поэтому говорит, чем больше вера и праведность и исламе и единобожие и подчинение Всевышнему Аллаху и следование Сунни выше в человеке-мусульманине, то он является более заслуживающим того, чтобы его почитали и возвеличивали. И того, чтобы удалялись от его презирания. И противоположно человеку-мусульманину кто? Многобожник. Какой бы великий он ни был в имуществе или в почете, и как бы он ни был величественным в этой дуне среди людей, но мы его презираем. Почему мы его презираем? Потому что его тело несет в себе дурной рух, то есть презиренный рух, презиренный дух, который несет в себе многобожие относительно Всевышнего Аллаха, и издевается над Всевышним Аллахом, и ругает Всевышнего Аллаха и порочит его, а тот, который любит Всевышнего Аллаха и является верующим человеком, презирает таких людей, которые Всевышнего Аллаха порочат и не веруют в него. И те, которые пытаются что сделать? А порочат Всевышнего Аллаха и те, которые призывают или заявляют о том, что у Всевышнего Аллаха Испану Аталия есть сотоварищ. Вот этот вопрос ясен или нет? То есть, за что ты не презираешь мусульманина только за то, что он уже описывается верой, исламом, единобожием и так далее? А за что ты презираешь многобожника? Потому что он несет себе неправильную идеологию, несет себе, издевается над Аллахом, его порочения и ругания, так или нет? Несет себе убеждение о том, что у Всевышнего есть сотоварищи и тому подобное. Этого уже достаточно, чтобы его презирать. Даже если этот многобожник является великим в своем имуществе, в своем владении, является каким-то важным, высокопоставленным человеком и тому подобное, все это, что на это не обращается внимания, достаточно нам того, что он является многобожником. Далее говорит, Следующая фраза в хадисе, пророк сказал, богобоязненность здесь. И после этого указал на свою грудь трижды. Это потому, что богобоязненность и ее место в сердце. Далее пророк сказал, Достаточно человеку зла, если он презирает своего брата-мусульманина. Почему этого достаточно? Потому что презирая мусульманина, этот человек, хочет или не хочет, унижает и понижает такие великие вещи, как иман, ислам, единобожие и так далее. Ясно или нет? То есть он не считает единобожие, иман и ислам чем-то важным, который бы поднял человека, которого он презирает. Читает, что эти вещи, несмотря на то, что они присутствуют, человек не поднимает его и не возвеличивает его. То есть этим самым он презирает не просто мусульманина, но он презирает сами эти понятия. Ислам, единобожие, иман и так далее. Поэтому пророк сказал, достаточно человеку зла, если он презирает своего брата-мусульманина. Каждый мусульманин является запретным для другого мусульманина. Что значит запретным для другого мусульманина? То есть его кровь, его имущество, его честь. Говорит, запрещено проливать кровь мусульманина без права. А также имущество мусульманина. Запрещено забирать его без права. А также честь мусульман. Запретно. То есть никто не имеет права посягать на честь мусульман без права. Поэтому тот, который посягает на честь мусульман посредством совершения гыбы или сплетен, Или посягает на имущество мусульманина. Тем, что он пользуется им или использует его без права, или без, точнее, разрешения этого мусульманина. Или переходит границей, совершает преступление относительно какого-то имущества или владения мусульманина. А также приступает граница относительно крови мусульманина, что является наиболее великим. Все это является запретным. Значит, самая запретная кровь, имущество или честь. Кто скажет? Самая запретная кровь. И шариат устанавливает это дело среди мусульман. То есть запрещает одному посягать на кровь, имущество или честь другого. То есть шариат устремляется к тому, чтобы установить эти законы твердым образом в обществе мусульман. Чтобы кровь считалась запретной. И имущество друг друга считалось запретным. И чтобы честь друг друга считалась запретной. И пришло в достоверном сборнике, то есть имама Бухарии и муслима, со слова Абу Бакрата, на Набиа, салаллаху алисаляма, то, что пророк, салаллаху алисаляма, в своей худбе, в день Арафата сказал, «Инна димаакум уамуалакум уааравакум бейнакум харам». «Поясни ваша кровь и ваше имущество и ваша честь, являются запретны друг для друга». «Кахур мати йоми кумхада» – так же, как является запретным этот ваш день, то есть девятое число месяца Зульхиджа, так или нет, один из запретных дней. «Кахур мати йоми кумхада» – так же, в этом запретном месяце вашем, то есть что за месяц Зульхиджа является одним из запретных месяцев. «Кахур мати йоми кумхада» – так же, в этом вашем запретном городе, что за запретный город, то есть запретная территория Мекки. Вот этот хадис ясен или нет? Какие-то сложности относительно у него есть? Какие-то непонимания? Ничего, иншалла, непонятного нет. Поэтому со следующего урока, без нилля, приступим к разъяснению хадиса 36-го. Субтитры создавал DimaTorzok